Ну что ж, дорогие друзья, перейдем к очень важной теме. Которая касается, ну будем считать, 70 минимум, а то и 80% современного так называемого развитого человечества. То есть тех, кто живет в развитых странах мира, да уже и в развивающихся эта проблема становится огромной. Это ожирение, это лишний вес. И сейчас я вам расскажу очень важные вещи. Те, которые, возможно, вы никогда и не слышали. По крайней мере, если вы даже не слышали из того, что я буду говорить, 20-30%, даже 10%, но эти 10-20% будут тем звеном, недостающим вашей вот этой цепочки информационной. И вы не можете и не могли просто понять причины все и комплексно воздействуя на них, устранить их, чтобы избавиться от лишнего веса, а как следствие от очень многих-многих проблем, связанных со здоровьем. Значит, ведь жир – это болезнь, поймите. И то, что вы имеете лишний вес – это нагрузка на все системы вашей организмы. В первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную. Об этом я расскажу в конце, кстати. А сейчас в начале вот с чего начнем. Во-первых, я сегодня вам что расскажу. Что вы узнаете? Во-первых, от чего вы набираете лишний вес, то есть жир. Каковы этому причины? Их много. Что такое вообще жир? Что такое калории? Мы поговорим о теории калорийности, но не о том, что… Вернее, я сказал так, не о самой теории, а она не совсем адекватна. Но чтобы вам было понятнее, привычнее, что ли, мы будем ее сравнивать с той самой энергией, говоря простым языком для вас, потому что все вы привыкли к слову калорийности. И к чему приводит набор жировой ткани? К каким последствиям ожирения и этого лишнего веса? Вы узнаете, что такое, в общем-то, не только что такое неадекватное питание, но именно в рамках ожирения мы об этом поговорим. И о психологии, о минералах, микро-макроэлементах необходимых и недостаток которых приводит в том числе к лишнему весу. И, соответственно, что такое обменные процессы? Вот об этом, обо всем мы с вами поговорим. А также о том, что нужно делать для того, чтобы похудеть и сохранить здоровье. И, как следствие, продолжительность жизни увеличится. И, главное, качество этой жизни. Ну и вообще-то мы поговорим о том, что такое и какими бывают мотивации сбросить вес у людей, дабы психологическую картину представить, сопоставить себя в этой картине, как вы это видели, чтобы уяснить, а значит, серьезнее понять эту проблему и, значит, ее успешнее решить. Так вот, как убрать жир и для чего это вам, собственно, нужно? Ну и я обязательно поговорю об АДах для снижения веса, о препаратах, которые люди применяют для снижения веса, что ни в коем случае делать нельзя, узнаете, почему и на что это влияет. А также о последствиях таких лечений препаратами сжигателей жира. Мы поговорим и о диетологах, об индустрии, и о спорте, о физической работе, которая необходима, безусловно, при данной системе избавления от лишнего веса. Ну а теперь давайте начнем. И начнем с того, что. Зачем вот нужно худеть, вы себе скажете. Зачем я буду худеть? И я аналитику некоторую провел. Люди в основном говорят, что я хочу похудеть по нескольким причинам. Их основных пять. Первое. Некрасиво. Я себе не нравлюсь. Или мужу, или жене не нравлюсь. Противно. Не нравлюсь. Поэтому хочу. Ну что ж, эта мотивация тоже имеет место жить. Потом второе. Усталость быстрая. Нету сил на работу, на дом, на уборку по дому и так далее. Это очень правильная мотивация. Нету откуда она будет силы. Если вы имеете лишний жир и просто насилуете свой ресурс организма, данный вам на огромное количество лет, а вы его сжигаете, ускоряя свои обменные процессы. Иногда их, наоборот, замедляя. И так далее. А ограничения в движениях. Тяжело передвигаться. Это третья группа факторов. Тяжело ходить, передвигаться, даже ботинки завязать, шнурки, наклониться, одежду надеть, не говоря об остальных вещах, трудно. И это очень правильная мотивация. Наконец, четвертое. Не одеть то, что в гардеробе было еще вчера. Вчера могла одеть, сегодня не могу, жалко денег на новую одежду. Это есть такая мотивация? Бывает для кого-то. Ну, это, конечно, не главное уж деньги и вещи, шмотки. Ну, никак нельзя сопоставить и на одну чашу весов поставить с жизнью своей. Ну, тем не менее, это есть. И пятое. Осознание того, что я краду у себя, своими же руками убиваю и краду у себя годы здоровой, полноценной, лучшей годы жизни. Вот это самая важная мотивация, какая должна быть. Потому что жир – это болезнь. Само ожирение уже болезнь. Но и последствия ожирения ужасные. По трем, как минимум, системам организма идет первый же удар. И об этом я чуть дальше скажу в конце. Есть еще шестая группа факторов. Вернее, это один фактор. Это психическое расстройство, которое приводит к тому, что человек и так не толстый, достаточно стройный, начинает становиться одержимым, ничего не ест, пальцы в рот, вырывает. И приводит это к анорексии, потому что питательных веществ вообще не хватает, дефицит их, любых разных. Ну, а человек продолжает этим заниматься, но это мы не будем говорить, потому что это понятно всем, что это психическое заболевание. Итак, для чего нужно есть? Что такое еда? Так вот, тут нужно сказать себе очень важную вещь и не обманывать себя в этом. Что есть нужно, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Жизнь – это как бы энергии, строительный материал в плане питания. И всё. Поэтому нужно есть так и питаться тем, чтобы, во-первых, получить необходимые компоненты, и, во-вторых, чтобы эта полученная пища не стала ещё большой обузой, балансом на ваши резервные системы, системы выделения и так далее. Поэтому, конечно, изучите тот вопрос, который касается веганства сыроедения. Не отмахивайтесь, думая о том, что, а, вот у кого-то проблемы. Проблемы, дорогие друзья, есть и у вас. Проблемы есть у всех. И проблемы возникают не тогда, что когда, значит, люди начинают придумывать, что, например, веганство сыроедение – это неправильное питание, а потому что ошибки люди делают. Ошибки. А ошибки можно сделать на любом типе питания. И помимо питания есть другие группы факторов, которые приводят к проблемам. Поэтому давайте быть разумными людьми и помнить лишь одно, что в природе предусмотрено так, что одна живая клетка передаёт другой живой клетке в полном объёме энергию и строительный материал. Если эта клетка живая, потому что если она термически убитая, разрушенная, то там возникает ряд проблем, о которых я рассказываю в своих водных лекциях, лекциях по пищеварению и очищению организма, которые я обязательно дам в ссылочке под этим данным видео. Теперь, давайте посмотрим на этот вопрос, поподробнее ответим. А хочется есть для наслаждения, правда? И хочется и едите для наслаждения, чтобы поесть, чтобы получить вот это наслаждение от еды, и тогда результат не заставит себя долго ждать. Будет расти жир. Определитесь, чего вы, собственно говоря, хотите. Сбросить жир, вес и как следствие проблемы и прочие, прожить дольше, качественней или жить ради еды. Это ведь принципиальный вопрос. И то, и другое не выйдет. Этот компромисс невозможен. Или возможен лишь частично. Но если вы переходите на живое растительное питание, тогда и вкусы изменятся, и то, что казалось вам вчера невкусным, противным, вы это пребрежительно называли травой, хотя это не трава, а плоды, в первую очередь, а не травой. Что это за извращение? И зачем так ставить вопрос? Некорректно и пошло. Так вот, меняются вкусы, поверьте. Вот вчера я, например, грубо говоря, ну не вчера, а там 10 лет назад или больше, я любил, например, картошку жареную, как раз с маслом, как и вы все любите, ну или те, кто это любил, помнят, как это любили. Уверяю вас, что я любил больше, чем вы. И не представлял свою жизнь без этого, но поскольку я перестал это есть, изменил свое питание, понял, осознал, что это был бред, глупость, абсурд, что я убивал себя, ну я уж не говорю о мясе и так далее, так вот, особенно если мясо с картошкой, так тогда сейчас у меня совершенно другие вкусы. И я даже не хочу это, хотя вчера представить не мог, как я без этого буду жить. Поэтому психологический вопрос здесь самый главный. И вы, уверяю вас, завтра улыбнетесь, глядя на себя вчерашнего, когда вы уверенно говорили, что я не смогу, не могу. Думайте, ставьте на чашу весов жизнь и то, что вы поплывете по течению и будете топить себя в этих жирах, маслах, в том, что, собственно говоря, вы едите, из чего строите свое тело. Компромисс может быть, но только если вы перейдете на сыроедение, потому что тогда большое количество еды, которое для вас уже будет вкусным, в принципе быть может. Но если вы с собой принесли болезни, будьте добры, сначала корректно потрудитесь над исправлением этих болезней. И я, конечно, расскажу сейчас, как в данном случае тогда питаться, но чуть-чуть позже. Значит, так вот, и тогда полезное и не опасное станет вкусным, и все будет хорошо. Что касается диетологов, то они постоянно ищут компромиссы. Да, психологически это приятно, потому что они работают в пользу клиенту, чтобы вы им платили деньги, потому что они предлагают вам оставить вкусные блюда, особенно белковые, но изменить то-то, уменьшить той же картошки, добавить овощи, то есть все то, что вы и так, если не ленитесь смотреть даже интернет, что-то читать и так без диетологов все прекрасно будете знать. То есть диетологи вообще, по сути, не нужны. Но их сотни тысяч, это целая многомиллиардная индустрия, и фармкомпании тут подключились, БАДы выпускают о них, мы чуть позже поговорим, что это за ужас. Но я вам скажу так, в пользу клиента, в угоду потакания его страстям, привычкам, говорить неправильно и нечестно. Я не буду это делать, я говорю всегда как есть. Значит, я скажу вам так, что компромисс, возможно, о котором я говорил, 70% живой растительной пищи в день, если вы очень толстый человек, то сладкого, даже растительного, то есть фруктов тоже сильно уменьшить, но увеличить овощи, увеличить зелень, те же зеленые коктейли, обязательно ввести в рацион питания проростки, обязательно кунжутные маковые или кунжутные хотя бы семена, потому что там и огромное количество кальция, и других микроэлементов, и незаменимых аминокислот, ввести в рацион питания обязательно фокус, о котором мы дальше поговорим, почему я объясню, ввести, например, сок проростка пшеницы, в виде таблетированного, или самому ужима делать, ну и так далее. И лишь 30%, если вы все-таки не сыроед, не более от общего объема съеденной пищи в день, оставлять вареной пищей такой, как, например, гречка на пару, овощи на пару, что-то такого плана. Специи вам помогут удовлетворить ваши психологические потребности, потому что тоже мясо, любимое, поедаемое, вы же не труп животного, отрезанный кусок мяса едите, а этот труп сначала эту мышечную массу как-то запекаете, с чем? С солью, со специями, на масле шкварчащем, или как-то еще, чтобы изменились вкусы. А вот вам эти вкусы-то и хочется получить. То есть нет у вас потребности ни в каком мясе, у вас есть потребности во вкусах. Безусловно, при потреблении мяса вырабатываются морфины подобные, то есть вот эти наркоподобные наркотические вещества, которые вызывают тут страшную привычку. Помните, от еды вы получаете наслаждение, потому что вы кормите вашу патогенную микрофлору, потому что идет сигнал в мозг, это нейро, как бы так сказать, такие гуморальные реакции на уровне уже гормональных, передачи нервных импульсов от центра там и к центру удовлетворения и обратно, что давайте есть. Но об этом мы чуть подробнее дальше поговорим. Итак, значит, компромиссов в пользу клиента быть не должно. Должны быть и также не должно быть компромиссов с совестью, но компромиссы, когда вы переходите на живое растительное питание, быть могут, потому что любые растительные пищи, живая тем более пища растительная, может и самоперевариваться, на это будет уходить внутренняя энергия, а если это не сильно калорийная пища, то тогда проблем не будет с лишним весом, а напротив, вы будете уменьшать его. Но если там растительные даже масла есть, орехи, помните, это пища жирная, и тут есть некий нюанс, об этом мы поговорим чуть дальше. Значит, диетологи рекомендуют часто белковые диеты, так называемые монастырского или там Аткинса, вот это вот, так сказать, где идет мясо, никаких там чуть-чуть крахмалов, то есть рис и так далее, но ничего сладкого, несинтетического, и даже фрукты они запрещают. И да, результат бывает, люди достигают клиента, но потом эти люди через определенное количество лет начинают умирать от рака, от автоиммунных заболеваний, потому что в результате потребления высокомолекулярных белков, животных белков, в первую очередь это мясо там и так далее, возникает реакция антигена-антитела в организме, как бы кто ни хотел, и в результате этой реакции идет накопление гнойных токсинов, трупных ядов, которые в полной мере не выводятся из организма, в полостях везде нашего организма, даже внутри клеточном уровне, на виде каоцерватов, мешочков с гной в таких клетках, плюс к тому, жировая ткань это не просто жир, это еще и тот самый токсины, яды, это еще и определенные бактерии и так далее, это обменные процессы, которые замедлены в тканях жировых, очень плохо работает кровеносная система микрокапилляры, кровь идет через них медленно, некротические процессы вполне могут быть, и поэтому диабетики, например, знают, что диабетическая стопа, так называемая, это результат вот такого исхода дела, очень плохого, пагубного, когда практически кровь не циркулирует уже, но это один из исходов, имейте это в виду просто, и пойдем с вами дальше, поэтому я про белковую диету монастырского, ответ девушки, так называемый, есть у меня такое видео, вам как ссылочку вот здесь дам, когда вы в ютуб зайдете, если вы сейчас смотрите это видео не в ютубе, вы зайдите ко мне на канал в ютубе, прямо в это видео, и под ним там написано еще, и там откроется строчка, нажмете, подробнее строчки будут, и там ссылочки, те, которые я в обязательном порядке вам рекомендую просмотреть, значит, обязательно посмотрите, задайте себе в общем вопрос, я живу, чтобы есть, или я ем, чтобы жить, если вы ответите положительно на второй вопрос, то тогда подходите, пожалуйста, к этому вопросу по-другому, и не мудрствуйте лукаво, что вам нужно, все вы получите из живой растительной пищи, но если вы себя сильно запустили, переход этот должен быть действительно плавным, и через очистительное голодание, но помните, не начинайте очистительное голодание, пока вы не прошли антипаразитарную программу, чуть позже и этой вопроса мы коснемся, значит, итак, два принципиально разных подхода, предположим, вы ответили все-таки для себя на второй вопрос, я ем, чтобы жить, тогда вам нужна энергия и строительный материал из пищи, теперь давайте разберем, два принципиально разных подхода, итак, жир, что такое жир? А жир это структурная единица передачи и хранения энергии для обеспечения жизни нашего организма, итак, толстый выпирающий живот у мужчины, к примеру, это и жир, кстати, это может быть разными вещами, не пухлый, мягкий, а вот такой плотный, выпирающий, как говорится, налегающий, обвисающий через ремень, это, как правило, показатель наличия в организме и в кишечнике ленточных червей, то есть, вот этих длинных ленточных червей, таких, как бычий цепень, широкий лентец и прочее, надо пройти антипаразитарную программу в обязательном порядке, очищение организма пройти, но некоторые проходят лечебное голодание, долгие вот эти, которые длится 2-3 недели, 21 день, и если вы имеете в организме, например, апистархоз, заболевание, это плоские черви, апистархи, то тогда, а ведь они питаются клетками печени, то вы можете причинить огромную проблему своему организму, это что называется, не зная броду, не суиси воду, поэтому я советую вам все-таки мои лекции смотреть, где я предупреждаю о подобных ошибках, посмотрите обязательно мою лекцию о паразитах, она будет тоже под данным видео, и вы это учтете, но тем не менее, понятно, что бока нарастают, жир лишний, это любой человек по себе видит, так вот, соответственно, жир, это не сам жир по себе, при нарушении обменных процессов накапливаются и токсины, и яды, это надо иметь в виду, так как лимфатическая система уже не может нормально выводить, она именно и занимается тем, что выводит продукты метаболизма из организма, и часть остается внутри, и вот это сигнал, в том числе для понимания вот этой проблемы, но в водных лекциях я подробно об этом рассказываю, а также по пищеварению, теперь, вода и масса, запас жировой тканью воды идет постоянно, жир это способ консервации энергии, надо понимать, но жир это что такое, это энергия плюс вода, помните, и вот мало человек ест порой, пьет много, вес у него ест, а он соленую пищу ест, а соль сдерживает воду в организме, у него и отеки, и одно, и другое, и третье, а тут, если еще с почками проблемы, вот и пожалуйста, да вы даже если мало будете есть, вы будете иметь вес, и не сбавить его, но будете голодать долго и неправильно, вы просто лишите себя питательных веществ, минералов, и получите еще и другие проблемы, поэтому тут нужно делать с умом, для этого я вам сейчас расскажу, как раз что и как, и почему, ну, вот если вы едите сладкое, например, при этом ничего больше не едите, ну, практически, то вы можете иметь излишний вес, при том, что нарушаются обменные процессы глобальные, о чем я уже сказал, и связанные с водой, и так далее, что касается диетологии, да, я уже говорил, скажу еще раз, это многомиллиардная индустрия, и есть бады для похудания, возможно, кто-то из вас это использовал, на эти должности, на эти курсы, которые готовят диетологов, идут тысячи, сотни тысяч людей по всему миру, потому что на этом очень хорошо зарабатывают деньги, поскольку люди готовы отдать что угодно, что, чтобы снизить вес, уменьшить жир, и это все понятно, почему. Так вот, люди переходят с диетом на диету, иногда помогает, иногда временно, как я уже говорил, но некоторые имеют очень серьезные последствия, отрицательные, но потом все равно набор жира возвращается, потому что вы самое главное не изменили, это меру и глубину понимания, понимание причин, понимание того, что вы питаетесь неправильно, да еще при этом мало двигаетесь, поскольку как раз излишнее количество калорий, принятые через пищу, плюс недостаточное количество движений, то есть, когда вы тратите калории и энергии, скажем так, меньше, чем вы ее получаете из пищи, то часть энергии этой запасается двумя способами, два варианта, об этом чуть ниже, то есть, вообще-то ряд ограничений, которые вы на себя накладываете через муки психологические, потому что вы есть хотите, но вам диетологи не разрешают, или вы себе сами не разрешаете это есть, это психологическая проблема, а ее не должно быть, а ее не будет тогда, когда вы поймете, что то, что вы ели вчера, пищей вообще не является, но поймите, пирожок или эклер какой-нибудь, или тортик, кто это еще ест, это не растет на дереве, это даже не бегает по земле, и не летает, это вообще не является пищей, это синтетически искусственно сделанное, слепленное что-то, вы знаете, очень грамотно, кто-то умный человек сказал, что Бог создал пищу, а дьявол кулинара, и вот кулинар придумывает то, чего нет в природе, что не является естественной пищей, да вспомните даже, как писали некоторые путешественники, так сказать, послы при дворях русских царей, еще при Борисе Годунове, Иване Грозном, примерно так писали, что русский простой мужик ест самую простую пищу, но вспомните, щедокаши пищи наши, и живет 100-120 лет без болезни, примерно так и описывали, у меня это есть в моих лекциях, по долгожителям долголетия, если хотите посмотреть, а при дворе бояре и прочее имеют, лекари, пилюли принимают, болеют, потому что они питаются так называемой изысканной, приготовленной, сложно приготовленной пищей, где уже нет питательных веществ, а есть один баланс, балласт и, так сказать, токсины, которые образуются и шлаки в результате потребления такой пищи, а уж добавим сейчас, в наше время, когда и пища химическая и так далее, это больше факторов добавляется, и так, какой еще важный фактор надо учесть, эстрогены у женщин, с 6 вечера женщина, скажем так, у нее сильная выработка эстрогенов идет, очень сильная, где-то с 5-6 вечера, а это фактор жирообразования, максимальные, как бы, знаете, самый максимум обменных процессов идет с 6-7 утра, где-то до 10-11 утра, и вот тогда и надо есть самые калорийные, если уж есть, то есть, как говорил Суворов, завтрак съел сам, обед поделил с товарищем, а ужин отдай врагу, и это разумно, потому что он видел просто на практике, что происходит, уменьшается производительность, уменьшаются, как говорится, уменьшаются силы, у солдата, у воина, если он нарушает такие правила приема пищи, и тут это правильно, в том числе, особенно важно это для женщины, по какой причине я сказал, обменные процессы замедляются, и совсем сходят на днет, практически с 5-6 вечера, и поэтому, если есть после 5-6 вечера, и чем позже, тем хуже, тем эта пища хуже переваривается, труднее, добавим к этому то, что поджелудочная железа наша, которая что делает, вырабатывает ферменты для расщепления пищи, например, амилазу для расщепления углеводов, липазу для жиров, трепсин для расщепления полипептидных цепочек белковых, простых уже молекул, на совсем простые мономеры, аминокислоты, то есть, да, так вот, поджелудочная идет просто насилие после потребления пищи, после 18, особенно там 20-0-0, это, видите, связано как в общей гормональной системе организма все рассчитано, а это ведь и по законам природы, ритмам дня и ночи, все так и должно быть, утром для активной дальнейшей жизни должна быть самая калорийная пища, значит, но нюансы такие, если вы не сходили по большому утром, как говорится, в туалет, то есть вообще нельзя, лучше до 7 утра, как говорится, все эти дела сделать, потом, упражнения на все группы мышц брюшной, особенно полости, и вот потом выпить воды, потом уже трудиться, что-то сделать по хозяйству, вот тогда уже есть, поэтому лучше все вставать рано утром, это лучше всего, сходить в туалет, ну понятно, правила гигиены, зубы почистить, все понятно, потом, значит, труд физический, хотя бы небольшой, хотя бы 10 минут, выпить воды, и вот тогда уже можно будет и есть, воду надо пить всегда до еды, запивать нельзя, так, теперь, значит, если вы хотите, и это правильно будет, взвешиваться, чтобы видеть тенденцию ваших упражнений, изменений образа жизни, то тогда делайте это так, значит, вы взвешиваетесь утром, утром до еды и до воды, но после туалета, и только тогда записывайте, чтобы это были корректные цифры, корректные, теперь, что касается жира, теперь давайте поговорим об этих самых, ну, не калорийности, но давайте поговорим так, что молекула одна, жира, дает при расщеплении, 32 молекулы АТФ, аденозин 3 фосфорной кислоты, это тот самый, непосредственно источник энергии, вот этих макроэнергических связей, на уже вот этом, клеточном уровне, молекулярном, АТФ, это и животный жир, и растительные масла, орехи, семечки, то есть не только сало, или какое-нибудь масло сливочное, но и даже некоторые овощи, такие как авокадо, оливки, это все жирные продукты, то есть одна молекула 32, а вот углеводы, например, монополи, дисахариды, дают при расщеплении одну из одной молекулы, две молекулы АТФ, то есть жиры дают в 18 раз больше вот этой энергии или калорий, и если вы едите больше, чем организм, потребляет на нужды вашего организма, двигаетесь немного, полторы-две тысячи, максимум килокалорий, вы не шахтер, то тогда не спортсмен, какой-нибудь там марафонец, то в этом случае, а едите, например, 4-5 тысяч килокалорий, то две тысячи килокалорий, ну, из-за этого что-то отложится в гликоген, то есть животный крахмал, который запасает глюкозу, а все излишнее уже, что не может организм запасти и потратить моментально, идет на долгосрочное отложение, то есть идет на жир, и поэтому, если вы едите салатика, вы говорите, а я ничего не ем, кроме салатика, но салатик-то вы едите, какой, с маслом, да, сколько масла, посчитайте, а там еще авокадо, орехи, если, и начинаете считать, то тогда калорий вы можете насчитать гораздо больше, а плюс еще сладкое, ну, и так далее, что в этой связи я хочу сказать, вспомните, как говорится, блокаду Ленинграда, не было толстых, ну, и в концлагерях, понятно, но кто-то скажет, видите, да, это я к чему говорю, у меня такой обменный процесс, и я ничего сделать не могу, или что делать, вот такой человек у нас наследственная, глупость, все у кого были якобы наследственные эти болезни, якобы такие нарушенные обменные процессы, что некуда дальше идти, все в блокаду Ленинграда, как один, были худенькими, куда сочными, потому что, потому что, как Майя Плесецкая говорила, жрать меньше надо, когда ее спрашивали, почему форма такая, вот как 20 лет, и так далее, правильно? Ну, что касается жира, я тут приведу, и вот этой блокады, не могу не привести слова Федора Григорьевича Углова, великого русского хирурга, которого я имел честь, лично знать, кстати, про него сделал такой небольшой фильм, тоже посмотрите, если хотите. Так вот, что он говорил, две вещи, в данной связи нашего контекста разговора, важно сказать. Первое, это то, что он говорил насчет того, что в блокаду Ленинграда, и во время войны все болезни проходили, которые были там подвержены сердечно-сосудистым, одышкой, так сказать, гипертония, все проходило, никаких проблем, как будто, и это не потому, что организм такой стресс испытывает, который тоже мобилизует, это правда, ресурсы, но и потому, что то скудное питание, низкокалорийное, приводит к тому, дорогие друзья, что в природе делает голод, он очищает, и голод не тетка, как говорили, но только не договаривает вторую фразу, великого, великой вот этой вот поговорки, а мать родная, голод не тетка, а мать родная, потому что в природе она жизненно важна для очищения, естественного очищения организма, когда у организма наконец-то доходят, что называется, руки до тех проблем, до которых не могли дойти еще вчера, потому что вчера еще боролся ваш организм с продуктами вашего же выделения, ваших обменных процессов из организма и не мог справиться, а теперь наконец-то дошли руки, но голодать надо разумно, есть очень хорошие методики, по той же огонья, но сначала обязательно антипаразитарную программу, чтобы потом самим не жаловаться и не было определенных проблем, теперь, значит, второе, что говорил углов, это то, что как проблемно оперировать жирных людей, у них каждый сантиметр жировой ткани, это худшее заживление ран после операции, швов, это вот эти некротические процессы, которые могут начаться в любой момент, это худшая борьба с инфекцией организма, иммунной системы, и это естественно, представьте, килограммы наросли чуждой, ненужной ткани, где богатая капиллярная сеть, но очень плохо кровь проходит, там слабая проницаемость сосудов, там, соответственно, и зарастание худшее, чем кровь лучше проходит клетке, которая повреждена, тем быстрее и лучше пройдет ее заживление, это же разумно, но так вот, поэтому это беда для хирургов, знают это прекрасно, врачи, и писал об этом великий русский ученый-хирург, кстати, в своей книге «Великолепное сердце хирурга», которую я советую всем прочесть, в том числе про это. Так вот, еще раз, если салаты одни с маслом, ну не дай бог еще хлеб, там кто-то при этом ест, а так я говорю, даже вот, и еще картошка, вот прекрасное сочетание, в кавычках, масло, жареная картошка, это крахмал, картошка, это крахмал, это полисахарид, состоящий из огромного количества молекул глюкозы, а плюс к этому жир, в котором масло жарится, это суперкалорийный продукт, это суперхороший, в кавычках продукт для того, чтобы вы наращивали свой жир, потому что, плюс к этому салат, овощи это прекрасно, но там есть масло, опять-таки кладете, и вот вам гигантское количество жиров, помните, 18 раз больше, чем в сладостях, любых сладостях, и поэтому, вы, как раз, вроде бы ничего не едите, а вы на самом деле, как раз то самое едите, чего не было в блокаду Ленинграда, из-за чего у вас, как раз, откладывается жир, но дальше пойдем, я подробнее все поясню, значит, и так углеводы, как я уже говорил, одна молекула дает две молекулы, а ты в жир, 32, то есть, 18, практически сколько там, или в 16 раз больше, да, так, теперь, значит, в 16 раз, да, значит, что такое монодиаполисахариды, я как-то объяснял в своих некоторых лекциях, но скажу лишь, что полисахариды, поле много, это как раз, к примеру, крахмал распадается до огромного количества, там, молекул глюкозы, а, например, такой другой полисахарид, как инулин, вот он тоже полисахарид, но состоит из мономеров других, из фруктозы, и поэтому диабетики даже знают некоторые, что бататы или топинамбур можно есть вполне, даже сироп топинамбур сладкий, и не будет насилия над поджелудочной железой, не подскочит сахар в крови, и почему? Потому что этот сахар, а именно фруктоза, натуральная только, естественно, в отличие от глюкозы, не нуждается в проводнике в клетку, чтобы провести туда вот эту самую молекулу фруктозы, а проводник это тот самый гормон инсулин, который необходим для проведения в клетку глюкозы, поэтому тот самый инулин, из которого состоит, например, батат, топинамбур, вот это вот совершенно другой полисахарид, один другому рознь, но тем не менее людям, которые имеют лишний вес, сладости, даже натуральные, даже натуральные, нужно есть как можно меньше, есть больше овощей, больше зелени, как объем, кстати, чем больше этого объема вы в себя поставляете, тем организм и желудок наполняется, и чувство голода проходит, на чувство голода два фактора влияет, отсутствие определенного объема, который вы привыкли, раздули ваш желудок и кишечник, расширили его объем желудка искусственно, и вам нужно большее количество пищи, здесь как нельзя лучше подойдут живые растительные, вот эти продукты, особенно овощи здесь, объем большой, калорий мало, насытили, и второй фактор, влияющий на якобы чувство голода, это то самое, вот это вот психологическое состояние, и плюс, значит, наличие калорий, соответственно, мы можем решить эту проблему, вот очень просто, с калориями придется потерпеть, а вкусовые пристрастия, это вот вторая главная на самом деле проблема, а не калории, потому что вкус, это то, к чему мы привыкли, например, та же сосиска, жареная, кто ест это или ел, ведь почему вы любите, что вы хотите белок этот, вам не хватает его, конечно, глупости, нет, вам вкуса не хватает, жареная на масле, соль, специи, вот что вы хотите, эти вкусы возбуждают, они заставляют слюны, слюноотделение, да, происходить в отделении желудочного сока, специи, раздражители, та же соль, вот что именно, чеснок там и прочее, так что, дорогие друзья, давайте беритесь за разум, не говорите, не повторяйтесь с другими, кто ничего не понимает, глупости, насчет того, что кто-то захочет сказать из вас, понимаю, что не все постоянные мои зрители смотрят, а будут много новых, потому что тема похудения волнует людей, если вы хотите не верить кому-то на слово, да и мне в том числе, понять, те простые вещи, и истинные, что я говорю, потому что я констатирую всего лишь законы природы, как обменные процессы происходят, то посмотрите в том числе и ту ссылочку, что я дам, где те самые академики доказывают, в кавычках я это говорю, слово, о якобы необходимости мяса, и вы сами послушайте и посмейтесь над собой в первую очередь, какие же безумные аргументы вы приводите в качестве поддержания той веры, а это именно вера и не что иное, а не знание, когда вы говорите о нужности якобы белка, полноценного белка для детей, а чтобы росли, и прочую ахинею, под которой нет никакой ненаучной неразумности вообще, и об этом вы убедитесь, когда послушаете, а какие же доводы, собственно, вам эти говорят ученые, а вы за ними пересказываете, пусть станет стыдно, это очень хорошо, потому что тогда человек может меняться, он захочет меняться, что-то изменить в себе, в лентяи, неучи и так далее, это будет только хорошо, это не в оскорблении, а просто в назидание разумное, поймете сами, почему это было так важно, и так, белки, это строительный материал, но помните, что белки синтезируются в каждой клетке нашего организма, из мономеров, будущей белковой полимерной цепи, из аминокислот, поэтому в пищу мы должны получать не белки готовые, поймите, дорогие друзья, что любые белки, которые попадают в организм, растительные, животные, они все равно должны, обязаны разобраться до аминокислот, пройдя через желудок, а потом двенадцатиперстную кишку, чтобы в кровь сосаться, уже вот, да, в тонком кишечнике, в виде мономеров, то есть аминокислот, но если всосутся полимеры, вот эти чужеродные белки, которые образовались в другой, совершенно в другом организме, я говорю о животных, высокомолекулярных белках, и цельные пройдут, возникает реакция антигена, антитела, о которой я рассказываю в соответствующих лекциях своих, со всеми вытекающими процессами, с накоплением гнойных токсинов, трупных ядов, с отравлением постоянного организма, с постепенным накоплением ошибок при делении клеток, когда новые образуются из старых, процесс метоз без полного деления клеток, и так далее, и так далее. И к чему это приведет все? Безусловно, к тому, к чему и приводит. Более даже серьезным, гораздо последствием, чем те непосредственно прямые, следствия увеличения массы тела и накопления жировой ткани. Итак, аминокислоты есть во всех растительных продуктах. Другой вопрос, что должен быть и их баланс, чтобы какой-то из них не было недостатков, какой-то из них. Но это очень все просто, легко решается. Значит, теперь, что касается голода. Давайте, чтобы эту глупость не повторять, с точки зрения биохимии. Голод. Это когда гликогена мало или его вообще нет, запасы в печени его уже истощены. А что такое гликоген? Это животный крахмал. То есть, когда вы едите жирное или сладкое, углеводы, жиры, у вас они частично тратятся сразу на ресурсы обеспечения, вот скажем, если вы двигаетесь, думаете и так далее, то есть, ваших клеток. Часть его идет в накопление, часть глюкозы, в накопление гликогена, животного крахмала. Он упаковывается, как бы консервируется в тысячу раз там быстрее, то есть, в меньший объем переходят молекулы глюкозы, как бы вот складываются, упаковываются. И потом, по мере необходимости, гликоген уже, соответственно, поставляет энергию, то есть, к глюкозу происходит этот процесс. И гликоген запасается, ведь не только в печени, но и в мышечной ткани, в печени больше всего. Но вот если слишком много вы съели того, что больше, чем необходимо для запасения гликогена и обеспечения нужной энергии в данный момент, то излишняя энергия, калории идут именно на жировую ткань. То есть, эта энергия аккумулируется в виде жировой ткани у вас в разных местах. Есть подкожный жир, а есть так называемый висцеральный, самый опасный, во внутренних органах. Это ожирение уже внутренних органов. Даже не очень толстый живот, но если есть уже жир, вот этот не подкожный, а именно висцеральный, то это может приводить к очень серьезным проблемам, потому что органы внутренние начинают хуже работать. Им сложнее. Понятно. Обязательно посмотрите мою лекцию о печени и желчном пузыре поджелудочной. Я буду давать тоже ссылку под роликом, потому что печень – это не только лаборатория наша главная и фильтр организма и крови, естественно, в первую очередь, но это еще и она синтезирует желчь, которая непосредственно участвует в липидном жировом обмене. И, соответственно, здесь я подробно вот как раз в такой лекции рассказываю то, что до нашей темы тоже касается. Не могу я сейчас, естественно, сами понимаете, рассказать все обо всем, иначе это невозможное количество времени будет лекцией занимать. Это неправильно. Так вот, щелочная вода должна быть с утра. Кстати, в начале своего пути, пока вы не изменили серьезное питание, щелочная, то есть содовая вода, сода, разведенная чайной ложечкой, допустим, на стакан воды, будет достаточно правильной меры. И в начале так и делайте, месяца два. Но когда вы уже перейдете на нормальное, адекватное питание, то это будет не нужно, потому что пища живая, растительная, она сама по себе щелочная. Помните, все среды нашего организма щелочные, только исключение составляет желудочный сок, а вот остальные среды, все еще, и спинномозговая жидкость, и кровь, и лимфа. И поэтому не надо спрашивать, какую воду надо пить. Конечно, в плане физико-химических союзов воды, вот этого водородного показателя, PH, то есть она должна быть слабо, щелочная. Что касается воды, ну или щелочная, потому что мы и так сильно закисляем свой организм вареной пищей, белками, азот это страшный закислитель, и естественно, кстати, при этом расходуется огромное количество щелочных металлов. Кстати, в закисленном организме человек поэтому соли и хочет, потому что соль это натрий, натрий щелочной металл, который как раз является щелочью, щелочным свойствами, владает, поэтому человеку и хочется много соленой пищи, имейте это ввиду, значит организм закислен. Теперь, вода. Вода должна быть обладать обязательно физико-химическими свойствами, близкими к клеточной воде, потому что она обладает внутри клетки определенными свойствами, ОВП, водородные и прочие показатели, коэффициент растонатяжения и так далее. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с моей лекцией, которую я тоже дам, по воде, что нужно знать, какой должна быть вода в плане не чистоты ее от химических примесей, или там излишкой жесткости, а других очень важных физико-химических свойств. Необходимо помнить, что вы не падаете в обморок от голода. Если у вас есть еще немного хоть жировых складок, абсолютно этого быть не может. Это то, что говорит ваш, как сказать, больной разум и желудок. Голод это совершенно другое состояние, настоящее. А если жировые складки имеются, то не надо говорить, что вы упадете от голода в обморок. Это невозможно. Организм у вас еды не требует. Некоторые говорят, мой организм требует. Это не организм. Это требует ваш жир для пополнения запасов себя и неистощения. Это требует ваша кишечная патогенная микрофлора, которая не может жить без вареной жареной пищи и той, что вы к привыкли. Она погибает и дает сигнал в мозг. Вот тут эти нервно-моральные реакции на уровне уже гормональных изменений, потому что они так вжились, и постоянное это влияние, как тренировка, идет в мозг. Хочу есть, хочу есть. И обратная связь. Ем. Поэтому помните, не вы хотите. Организм не хочет ваш ничего. Он хочет быть здоровым. А если вы не здоровы, толсты, то не требует ваш организм ничего. Это обманки. Значит, причины лишнего веса и факторы психологические, установки психологические, которые приводят к отклонению от нормы и к отложению жира, я сейчас вам расскажу. Это очень важные моменты. Итак, переедание разное. По причине чего? Ну, переедание, это значит слишком много той энергии, которая излишне для нужд вашего организма в данный момент времени. Также излишне для запасания этой энергии в виде гликогена в печени и в мышцах. И излишки откладываются в жир. А почему понятно откладываются? Это способ сохранения вот этих калорий, которые вы съели, которые не могут и выйти из организма и должны как-то преобразоваться. И они преобразовались и в гликоген, и в жир. Вот. Теперь. Переедание. Это главная проблема. И так много едим. А что значит переедание? А что оно бывает? От того, что едите не по потребностям, а по привычке, по тому самому условному рефлексу, как Павлов вот про что постоянно говорил. А какое это может быть условное? Телевидение, например. Телевизор, значит, ем. Или, как приучили нас, попкорн, кока-кола, это проклятое, в кинотеатрах, когда сеанс кино. И люди, как зомби, это все дело. Или как, вот помните, это пиво, это у нас что? Это футбол. Футбол пива. Все, плюхнулся, чипсы, живот толстый, пиво смотрит футбол. Не двигается, вот вам пожалуйста. Кстати, еще и страшное надругательство над сердцем. Сердечная мышца просто жиром покрывается от этого проклятого пива, сверхкалорийного продукта. И к тому же, я уж не говорю про спирт, который там содержится, но мы говорим про данную тему, поэтому ТВ это тот фактор, это рефлекс. Итак, просмотр передачи, еда, избавляйтесь от этого. Что касается лишней нагрузки и калорий. больше калорий, больше физической работы. Но, если нет нужд, есть не надо. И вот это большая нейропсихологическая проблема. То есть, стресс какой-то человек испытывает, например, депрессию, разочарование, чего-то, от плохо сделанной работы, поругались мужем с женой. Он заедает эту проблему. Это очень плохо. Любая плохая новость, плохое настроение надо съесть. Не надо съесть. Но, вы это делаете. И поэтому получаете то самое изличное количество энергии, которое откладывается жив. То есть, питание идет не от голода у вас, а от реальных, то есть, не от реальных потребностей, а от нереальных потребностей, от вот этого условного фактора. Голод и аппетит, это две разные вещи. Говорят еще, вот аппетит надо нагулять, или там для аппетита что-то съесть. А зачем есть что-то? Надо для жизни что-то есть. А для аппетита, это, конечно, абсурд. Да. Поэтому, значит, вот еще бывает с усталость какая-то, типа снимают едой. Нельзя снять. Вы просто потакаете своим пристрастием, психологическим зависимостям. Пришел с работы, а прямо идет рефлекс. Надо обязательно поесть. А если вы уже там поели? А если вам не надо? Если очень поздно, лучше не поесть. Но есть рефлекс, надо есть. Привычка вторая натурой, это понятно, но это плохо. То есть, надо поесть, пора. И так, как по будильнику, едим. Мероприятия, праздники, дни рождения, порой кого-то обидеть не хочется в гостях, ешь больше, чем надо. А если в кафе, или деловой ужин в ресторане, или обед, и вы едите еще, хотя поели до того. Это как раз пагубные те самые привычки и традиции, которые приводят как раз вот как, поймите, все по мелочам складывается, но учтите вы и это тоже. Итак, мы же говорим о причинах, вот они причины. Съел, например, 5-6 тысяч килокалорий, а потратил 2. Так вот, 3-4 отложатся в жир, грубо говоря. С детства нарушение обменных веществ, обменных процессов происходит, потому что не какие-то там хронические или там генетические заболевания или наследственные, потому что мама и папа толстая едят чрезмерно, ребенка так же кормят, ребенку надо есть, ему расти надо. И пичкают его, а чем? Да посмотрите, как нас в школах, в садах учились. Каша с хлебом, с маслом, да с сахаром. Вот вам масло жиры, вот вам углеводы и сахар быстрый, и длинные каши, крахмалы и прочее. И вот вы получаете гигантское количество калорий. А сколько трудитесь? Да еще и сон в середине дня, так сказать. Ну, понятно. Плюс к этому еще что-то, да и котлетки и прочее. Вот пошло-поехало. А физический труд, что такой тяжелый, как раньше в деревнях работали, когда косят или, так сказать, сеют и так далее, все в комара, в крови, растираясь и, извините, нет, там вы не потратите 5-6-7 тысяч килокалорий, как те люди. Уже не та жизнь, но еда почему-то еще больше, чем у тех людей. Ну, извините меня. А хлеб это крахмал, как и картофель, как и рис. Это полисахарид, это концентрат глюкозы. Так плюс еще масла сдобрить же надо. Вот вам огромное количество калорий. Переедание разное может быть. И вот когда, кстати, при перестройке организма, когда на диетах люди сидят, очень уязвима биохимия, потому что идет перестройка, тогда надо быть особо внимательным к себе. И, кстати, если вы начинаете есть мало жира, то, как правило, это приводит к тому, что вы захотите обязательно съесть больше углеводов, больше сладкого. И вот тут надо учесть, что в максимуме это могут быть какие-то яблоки, но и то уменьшите, чем вы толще, тем меньше, при этом ешьте сладкого. Даже фруктов я имею в виду. А всякие пирожные, тортики, это не продукты питания. Это то, что пищевая, химическая индустрия создала, тем более сахар или какие-то напитки на сахаре и прочих аналогах. Извините меня, в природе этого вообще нет. Вода. Воду нужно пить. И вам нужно пить только воду. Никаких кофе, никаких закислителей. Нужна вода. Брусничная вода поможет идеальным вариантам, потому что почки, как правило, у людей страдают. Почки у таких и у излишнего веса нагрузки на почки возрастают. А брусничная вода это прекрасное средство. Плюс для почек артишок, прочие. Но мы дальше коснемся этого вопроса еще почек. Так, бывает еще такая специфическая причина аденовирус-37. Есть такой заражающий проблемный фактор с грязными руками, с несоблюдением правил гигиены в организм попадает, поражает щитовидную железу и многие другие органы, снижая обменные процессы, снижая. Значит, соответственно, возникает то, о чем я говорил уже при снижении. Как утром значит все в порядке, а вот вечером как будто вы поели, будет тот же эффект и даже больший. Потому что обменные процессы он снижает. Значит, и питание должно быть снижено, а наоборот человек увеличивает питание, да еще и к вечеру. Поймите, а несколько факторов соприкасаются. Еще раз тогда сильнее происходит влияние факторов вот этих отрицательных при соприкосновении некоторых факторов воедино. Потом наследственная теория, я уже сказал, это глупость. Все дело в привычках и в семейных привычках питания и объема и так далее, и так далее. И потом это входит в якобы традицию, а дальше человек это даже не замечает, думая, что а вот всему виноват наследственность, что же тут делать? А делать это нужно, потому что ты виноват. И дело тут очень простое на самом деле. Так, если бывает такое, что действительно человек так сказать, вот, ну, бывает ведь как говорят, не толстеет, а много ест. Глисты. Бывает такое, а бывает наоборот, что глисты есть и толстеет, как я уже приводил примеры в том числе, но никакая здесь не генетика. Значит, искать надо всегда причину, она есть. Сила обменных процессов, а не генетика и гормональная стабильность. А вот, так сказать, гормональная стабильность это действительно важный момент. У каждого человека свой есть запас прочности и стабильность этого фактора, но мы можем расшатать любой запас прочности. Вот гормональный стресс и половая теория, она, конечно, в какой-то мере верна. Я говорил, вот эстрогены у женщины, чем их больше, тем усиливает больше синтез жира, ускоряется процесс синтеза жира. У мужчины брюшной жир висцеральный. Вот это проблема. Потому что внутренние органы потом блокируются выработкой тестостерона со всеми вытекающими из-за этого последствий. Плюс, главное, конечно, это риск и увеличивается в развитии ишемии, значит, а это прединфарктное состояние, а значит, и инфарктов, и инсультов. И поэтому вес излишний это инфаркт и инсульты. Безусловно, верно. Плюс, непосредственное ожирение внутренних поверхностей сосудов, атеросклеротические бляшки и так далее. А значит, у женщин вот тут какая проблема. Йод. Если недостаток йода, то есть проблема с щитовидной железой. Особенно, если она родила детей, говорит, а после родов там ожирение идет. Да, это нарушение работы щитовидной железы. И в первую очередь дефицит йода. А как же вы хотели? Вот как в фильмах нам раньше советских даже показывали и так и ели. Кефирчик, вон какие-нибудь малярши работают. Кефирчик вместо там яблок и овощей и фруктов. Кефирчик, хлебушек закусили, а еще чего-нибудь такое, сметанки. И все хорошо. И в 20 лет уже толстые. А что дальше? А дальше тетки 50-60 лет уже с таким весом и такими проблемами. И давление и прочее. А как же? И сахарный диабет, который развивается потом вследствие нарушения углеводного и жирового обменов и передачи спасения энергии. Об этом будет у меня отдельная очень важная передача по сахарному диабету видео. Так вот, нарушение ритма работы и обмена йода приводит к нарастанию жира, потому что нарушение щитовидной железы в этом плане приводит вот к такой проблеме. Кстати, и способствует этому, естественно, гиподинамия, отсутствие движений и вот это самое переедание. Что и как быть? Продукты богатые йодом, фихуа, хурма, да много чего, да и ягоды многие, шиповник, но хочу вам сказать так, фукус. Обязательно посмотрите мою лекцию по фукусу, их две главные. Ссылки дам под видео, потому что это почти панацея для современного мира, когда недостаток такой колоссальный питательных веществ идет, недостаток колоссальный идет минералов по причине бедности почвы, потому как за 100 лет интенсивного сельскохозяйства ее изнасиловали, фактически выжили из нее все, что возможно. Микроэлементов и селены, йода и кремния уже практически нет, только на почвах, где лесовые террасы, где горы, разрушаются горные породы ветрамы, выносятся на склоны подветренные, наветренные и там откладываются, но таких мест для жизни людей очень мало. Есть в горах некоторые места, но тем не менее, это пойменные террасы, пойменные луга, заливные, где тоже таких мало мест или это в лесах поляны, где листовой опад, поднимая минералы древними старыми деревьями с больших глубин, с листовым опадом в почву, верхний горизонт, формируя плодородный слой биогумуса, так минералы переходят в почву, но таких мест тоже мало, как вы понимаете, а микроэлементы их мало, они микро, и их в продукты, когда выращивают один, другой год на одном, том же месте что-то, давно уже в продуктах все съедены, а в почвах их мало, и это беда, и вот тут две проблемы связанные с жиром по двум микроэлементам, это йод, и чуть дальше мы поговорим о втором, так, фукус решает эту и другие проблемы на раз, причем, для щитовидной, извините, железы, в первую очередь, фукус решает проблему, и диффузный зуб, и узлы на щитовидке многочисленные, максимум за три месяца проходим, потому что это действительно идет устранение всех, дефицита всех микро и макроэлементов, которые в конечном счете приводят к очень многим проблемам со здоровьем, а так вы решаете это проблемы, и люди на практике очень быстро эту проблему решают, с помощью применения уникального этого фукуса, но не любого, а бы какого, где бы взятого, извините, только одна есть технология, по которой добились за эти 40 лет, как эту проблему изучают, решение вот этой задачи, об этом смотрите лекцию, которую я дам вам по ссылочке. Теперь, какая еще проблема? Противозачаточные средства применения гормонов этих противозач увеличивают вес жировой ткани, очень сильный фактор образования жира. Потом, еще один очень важный фактор, вредный, вот этот фактор, парацетамол, аспирин, вообще ацетилосалициловая группа препаратов, их более 40, вот это как раз то, что применяют для разжижения крови, например, это мощнейшие стимуляторы выработки жира, они приводят к лишнему весу. Если сложить все эти факторы, которые я вот называл, а вы подумайте, что вы делали в своей жизни, как ели, как вели себя, как что применяли, вот это все, как раз вам жир и в геометрической прогрессии. Потом, добавим факторы, которые разрушают печень, плюс неподвижный образ жизни, ведь печень это главная лаборатория наша, это жировые обменные процессы, именно она руководит ими, и поэтому желчный пузырь, конечно, в идеале должен быть, но хотя бы вырабатывать желчь печень уж должна нормально, чистите печень, есть специальные травы, расторопшие даже, например, семена, которые можно размалывать по столовой ложке три раза в день, запивая водой, до 10-20, за 40, в зависимости от того, что вы применяете, минут до еды, за час до еды, можно применять, запивая теплой водой, полгода и печень будет восстановлена, если, конечно, нет специфических нюансов, там, смотрите мою лекцию обязательно о печени, о поджелудочной железе и желчном пузыре, будет она под этим обязательно роликом, посмотрите, так вот, восстанавливать надо, очищать, очень хорошие методики очистки по морицу, в первую очередь печени, на самом деле, желудочно-кишечный тракт, ну и печени в том числе, но, дорогие друзья, в начале антипаразитарная программа, чтобы не было проблем и последствий некоторых негативных, лимфатическую систему надо тренировать, а она может тренироваться и начать очищать хорошо организм, только если вы будете двигаться, и поэтому движения, гимнастика, плавание, упражнения на кончике пальцев ног и рук, особенно ног, сидите на стуле, вставайте каждые 10 минут, ходите, ногами двигайте и так далее, прогулки на свежем воздухе и все прочее, гимнастика, как в советские времена была, круговые движения, ну то есть на все группы мышц, особенно полезно для ликвидации на животе, ноги под шведскую стенку или зажали чем-то и уголок ставите, и вот так как можно больше подхода и почаще, значит помните, что желудочный, кишечный тракт, плохая его работа, это будет свалка мяса, если употребляете, это гниение, и это все подряд, плюс брожение, вот вам пожалуйста, тогда обменные процессы просто замедлены, и получается то, что я говорил, в том числе отложение жира и гнойных токсинов, трупных ядов в эти ткани, и организм думает, что он недополучает питательные вещества, вы хотите есть еще больше, потребность как бы в еде больше у вас, вот это вот неестественно, и больше откладывается жира в том числе, хотя и токсинов, и так далее, что еще более важно, тоже, но об этом мы как бы говорим, сейчас параллельно, но это важно, очистка тогда необходима, с последующим, желательным переходом на сыроедение, ну хотя бы на веганстве остаться, 70% живая растительная, пища 30% какая, пусть даже вареная, но гречка, овощи на пару, вот это все как раз какое-нибудь пшено, ну вот еще в крайнем случае, ну немного, можно, но вот соответственно, с большим количеством, как я говорил, разнообразных зелени и овощей, и фруктных на первых парах мало, а потом уже можно постепенно, когда все проблемы вы решите, обменные процессы перестроятся, конечно, и фрукты, и больше их можно уже, это уже не будет проблемой, но помните, есть и такие сыроеды, которые имеют излишний вес, и я говорю, что тут есть две проблемы, во-первых, паразитарная проблема, вторая задержка воды в организм, по причине там соли, либо, так сказать, по другим причинам, и еще, хотя это тема отдельного разбирательства, при сыроедении, но тем не менее, большое количество масел, орехов, вот то самое, что как раз калорийность, больше чем потребляет организм, в день, и жир тоже никуда не уйдет, а как же, конечно, он будет и так вот, ну конечно, не в том объеме, но тем не менее, и так, если человек говорит, что он ничего не ест, но весит там 100 и больше килограмм, условно, то значит, у него плохое переваривание пищи, и КПД усвоение низкое, помните еще раз, жареная картошка, одно из самых калорийных блюд, так что, бывает, что едят много и неправильно, окажется, что ничего не ем я, а на самом деле много, и еще, если вы едите жирную пищу, обязательно ешьте чеснок, как самое сильное желчегонное средство, больше желчи, желчь помогает в расщеплении жиров, и плюс ферменты, то есть, должна быть здоровая поджелудочная железа, берегите ее, а какая самая большая проблема для поджелудочной, ну, самая большая, приводящая к панкреатитам, к некрозам, головке поджелудочной железы, когда уже все, кранты, что называется, а это мясо, это животные, высокомолекулярные белки, которые как раз и вызывают в том числе автоиммунные заболевания, потому что только высокомолекулярный белок может быть антигеном, то есть, соответственно, и аллергеном в том числе для организма человека, потому что эти белки образовались совершенно для других нужд, другой клетки, других тканей животных, для двигательной и прочее, наши же белки, помните, синтезируются, которые нужны нам, в нашей, каждой клетке организма, в нашем органе, ткани, для наших нужд, они синтезируются в каждой клетке нашего организма, каждую минуту, каждый день, и это знает только организм, но собираются, сборка, биосинтез белка, это сборка, эта сборка происходит из аминокислот, плюс ферменты, плюс там энергия, так вот, поэтому, значит, это тоже важно вам знать. Итак, еще одна проблема, нарушение работы почек, вывода солей, плюс вот эти яды, токсины, натрий, вот этот вот, натрий хлор, соль, держит воду, одна молекула натрия, держит 10 молекул воды, поэтому нарушение водного баланса, большая проблема, а глупые люди, начинают сразу пить мочегонные, ну, представьте, что вы делаете, пока, просто, ну, так и пьют, пока сердце не убивают, вымыванием кальция, ведь мочегонные средства, идет в вымывании большого количества, извините, калия, не кальция, я оговорился, калия, разумеется, ну, и поэтому, никаких мочегонных, если нет, острой необходимости, действительно, бывают случаи, когда это необходимо, но не нужно для этого, задержка воды, меньше соли, меньше соли, поймите, минеральные вещества, вы получите из пищи, если вы будете адекватно питаться, необходимые, вот, хорошо, и еще один минерал, помните, я сказал йод и второй, хром, нарушение баланса хрома, хром отвечает за перевод жиры в энергию, и в воду, и обратно, то есть запасение и расход, недостаток хрома, это бесконтрольное отложение жиров, очень важная проблема, если тем более проблема и с щитовидкой, и с почками, ну, тогда, ведь единственный выход, это обеспечить, но помимо очищения, обеспечить организм всеми микроэлементами, всеми витаминами, и прочими необходимыми веществами, я крайне подробно объясняю это, в мини инфопродукте номер 17, у меня в моем блоге, youfrolov.blog, это подробно есть, ну, и в своих лекциях, кто не поленится, так сказать, посмотреть очень важное видео, которое я порекомендую под данным роликом, значит, дальше, соль задерживает воду, как я уже говорил, помните это, если использовать сжигатели жиров, что делают люди, вы посадите почки, это очень опасное для почек, средство, которое входит в состав сжигателей жиров, помните, вспомните, применяли ли вы их когда-то, ведь нагрузка на почки увеличивается, и недокисленные продукты распада, кетоновые остатки так называемые, они все идут через почки, выводятся, и за счет вот этого ацетона, и образуются, получается, проблемы с почками, например, гламерлонефрит, гипертония, значит, постоянная, хроническая, это излишнее количество ацетона, вот то самое, в результате потребления чего? Животных белков, в том числе, конечно, азот, азотистые основания, так вот, при заболевании почек, будьте аккуратны с йодом, к сожалению, тут нужно будет пробовать постепенно продукты, содержащие йод, смотреть реакцию, но это если есть эти проблемы, не доводите до этих проблем, эти сжигатели жира, знаете, что делают сначала, они растворяют оболочки клеток, ведь оболочки всех клеток, они состоят из липидных вот этих мембран, жирных, а в первую очередь вещества, куда поступают? К клетке, значит, удар приходится на оболочки клеток, первый, так вот, а куда первый удар на эти клетки приходится? В головной мозг, потому что кровоснабжение его очень активное, там мозг состоит из жиров в основном, и вот это сжигатели жиров, фактически сжигают мозг, оттуда паркинсон, потому что идет разрушение нервных миолиновых окончаний, волокон, дефицит до 12 оттуда, оттуда разрушение нервной системы периферических, и нарушение координации, и прочее, и прочее, память ухудшается, и прочее, вот ведь что происходит при том, что вы не знаете, что творите, и врачи советуют, которые фактически при таких советах становятся преступниками, значит, что еще важно, если вы сильно худеете, и качаете мышцы, то качайте внутренние органы в первую очередь, для того мышцы, вот уголки те же, и повороты, и приседания, наклоны, а для того, чтобы внутренние органы не осели, в первую очередь, почки не просели, что называется, вот, так, ну, естественно, при больных почках, тут уже нужны лечебные грибные препараты, травы, у меня есть лекция вода почки лимфа, посмотрите ее обязательно, под ссылочки, значит, в моих лекциях все это есть, надо вести дневник, что вы едите, как мало, нет, чтобы вы не думали, и потом домысливали, а четко у вас был план, значит, теперь, мышцы замещают жир, поэтому прекрасным образом, но мышцы растут, когда только вы даете сигнал, команду в мозг, и из него уже, непосредственно, мышечную ткань, что нужны новые мышцы, больше мышц нужно, чтобы что? Чтобы выполнить ту работу физическую, на которую сейчас вы уже не можете выполнить, потому что, например, вы сделали 2-3 раза уголок, вам уже тяжело, мышцы маленькие, слабые, вялые, а потом на следующий день 4 раза, а потом 5, а потом 10, и за счет чего получают? За счет того, что мышцы окрепли, становятся более крепкими, их волокна, их больше становится, они растут, из чего растут? Синтезируются, потому что белки из чего? Аминокислоты, поэтому их не должно быть дефицита, в данном случае допустимо использовать добавки специальные временно, например, но это должны быть не какие-то белки, а в виде аминокислот, я чуть ниже дальше об этом скажу, так что мышечная работа тогда возникает, и тогда мышцы начинают расти, когда есть команда, что какая-то физическая работа уже невыполнима, и для ее выполнения нужно больше мышц, то есть когда вы упражнение сделали еще раз, еще и уже не в моготу, но вы его еще сделали, вот идет сигнал, нужно больше мышечной ткани. Так, надо медленно жевать, чтобы пищу съесть меньше, это психологический прием, да еще и полезно, важно, потому что мелко измельченная пища, корм для ваших, и симбиотических микроорганизмов родных, которым легче ее переварить, если она мелкая, а если вы заглотили все в себя, сколько же надо ферментов выделить в нашей поджелудочной железе, чтобы это переварить, поэтому ешьте медленно и долго же жуйте, переходите на живое адекватное питание постепенно, с умом. Самый хороший баланс продуктов будет на живом питании, если вы учтете, конечно, чтобы не было дефицита чего-то важного. Значит, овощи это объем хороший, которым можно наесться, увеличить, так сказать, вот на внутренний объем желудка, набить этим самым психологическую проблему вы снимете раздутостью желудка постепенно, он будет снижаться, уменьшаться размер, и не надо ничего отрезать, как это будет этим гамбургероедам, американцам делают, там уже даже удаляют часть желудка, потому что не могут не есть, потому что нет в мозгах понимания, что это вообще не еда, нет вот этого стопора психологического. Так, теперь, если кто-то не похудел от хороших, правильных систем, ну, например, в том же коралловом клубе, Калавада, например, она неплохая система, если на еду с изменением питания наряду, вот это будет хорошо, но не похудел человек, значит, дефицит йода, а вот, например, дефицит хрома, в отличие от йода, еще его можно понять, там, по анализу, по волосам, то хром, например, его просто в волосах нет, поэтому практически анализы на количество хрома сделать нельзя, ну, и не надо, пеколенат хрома, как раз надо вводить из растений, в виде пеколената хрома, фукуси его много, как я уже говорил, это прекрасный вариант, что касается, значит, дальше, инсулин плюс белок, вернее, инсулин, ведь что такое, это комбинация белка и йода, если йода не хватает инсулина, гормона поджелудочной железы, тоже будет недостаток, а если его будет недостаток, при том, что его потребность будет высока, из-за того, что пища будет, так сказать, богата углеводами, то может возникнуть сахарный диабет, поэтому, чтобы он не возник, и фактор этот снести к минимуму, нужен йод, и, конечно, правильное питание, теперь важный момент психологический, и не только, как избавиться от жира, подытожим, как бы, да, ну, во-первых, да, психология, конечно, зачем меняться, человек говорит, я привык, хорошего человека должно быть много, это слабаки, и не совсем здоровые, видимо, люди, которые уже махнули на себя рукой, но нечестно поступают к себе, сказал, да, ладно, пусть я вот как ем, там, сдохну, умру, там, сгнию, это честный подход, по крайней мере, а человек говорит, как бы себя обманывает, так аккуратно, так сказать, и красиво, ажурно, мол, а человека хорошего, это что такое, это ты чего, ну, ну, неужели до такого ниже животного уровня опустился, что такое хинею несешь, ты же здравый смысл, ты с имя человеческое топчешь, что ты говоришь, такого вообще-то говорить нельзя, значит, на белое, черное, значит, соответственно, психология, меняться надо, не стесняться надо, а стесняться другого, отсутствие здравомыслия своего, хорошо, второе, есть надо только, когда возникает реальное чувство голода, без раздражающих и соблазняющих факторов, то есть аппетит приходит во время еды, а зачем, так вот, значит, помните, как у меня в стихотворении, кто не читал, ну, так, для интереса можете, или я делал такой сатирический, про фалафельные ряды, вот эти, вот едят фалафели люди ходят, уже съели, в руке держат другой, и стоят за третьем, понимаете, да, вот так, голод проявляется, и появляется, без раздражающих факторов, теперь набор мышечной массы, если она нужна, она нужна, бывает, и заместить надо, и сначала может быть дефицит белка, ну, то есть аминокислот, то тогда для сыроеда 0,5 грамм, для обычного, так сказать, простого человека до грамма, на 1 килограмм веса в сутки, можно при физической активной работе, чтобы наращивать, потреблять, ну, во-первых, какой белок, простые полипептидные цепочки должны, это, например, вот как спецназ, который, вот, посмотрите, у меня лекцию, ну, не лекцию, я встречу там одно видео, вот, про этот, к примеру, из подсолнуха, потому что это действительно не вредно, и реакция антигена, антитела не будет, и, к примеру, это как вариант, либо аналоги, другие, теперь, значит, второй момент, это то, что касается, значит, что это только при том, что вы будете обязательно в порядке, очень активную физическую работу вести, на какие-то группы мышц, и они будут действительно расти, а энергия как раз пойдет из вашей жировой ткани, и так далее, при этом, лимфатическая система будет лучше работать, яды, токсины из организма будут выходить, потеть надо при этом, кстати, дорогие друзья, потеете, тут и баня поможет, если, конечно, нет гипертонии сильной, очень хорошо, и веники, пот, пот выходит, с потом выходят яды и токсины, из-под кожи, а значит, легче работать почком, поймите, это все как раз взаимосвязано, да, ну, какие советы я хочу еще дать, больше двигаться, ходить, гулять, на велосипеде кататься, хотя бы на велотренажере, если нет, живете в городах, и нет нормальной среды окружающей, физически трудиться, не лениться, полезную работу делать, и подобную, чтобы психологический настрой был хороший, понимание, чтобы у вас было, что вы на правильном пути, что адекватное питание, переходите на него, больше зелени, овощей, вот спирулину обязательно ешьте, по чайной ложечке 2-3 раз в день, только живую, дикую желательно, там огромный состав минеральный, там и жирные кислоты, и все, что необходимо, плюс к тому, дефицит минерала будет у вас уходить, снижаться, плюс сок проросков пшеницы, таблетированного часовита, макунжут в виде проросков прорачивать, есть по 2-3-5 столовых ложек в день, великолепные, амарантовые, например, семена иногда проращивают, белозерный овес, как я вот тоже рекомендую в своих лекциях, ну и так далее, и так далее, если пища неадекватная, так сказать, вы останетесь, тогда тем более надо вам, после еды, ну уж если вы поели где-то что-то в гостях, и неправильная пища, хотя лучше, конечно, не скатываться до этого, но тем не менее, тогда ешьте так, чтобы оставаться голодным после стола, всегда как, это рекомендовал Федор Игоревич Углов, всегда выходите из стола, с чувством небольшого голода, чтобы вы могли, как бы, теоретически съесть столько же еще, но не съели, это очень важно, и особенно важно, если пища неадекватна, тогда легче будет ей перевариться, усвоиться, и организму легче будет вывести остатки из организма, значит, не надо жалеть детей, пичкать их, в кавычках жалеть, ой, ребеночек надо сосиски, колбаску нужную, лишь бы наесться до отвала, у него складочки, ребенку бегать надо, трудиться надо, помогать, не сидеть на одном месте, он и сам захочет, если он будет голоден, захочет, он сам вас просит об этом, пить давайте хорошую воду, энергетически ценную, заряженную, вот что важно, а есть, есть ребенок сам возьмет, есть и овощи, и фрукты, и все это, более чем, да, и ребенок будет энергичный, и бегать, и здоровым, и так далее, что еще очень важно, важно сказать, чем же все-таки опасен, жир, лишний вес, давайте я скажу, какие последствия, помимо непосредственно того, что может быть вы знаете, слышали, еще очень важно, дополнить, ведь я уже говорил, висцеральный жир, это и, это жир на внутренних органах, в том числе, на сердечной мышце, и давайте с этого начнем, и так, сердечно-сосудистая система, по ней идет удар прямой, это гипертония, при снижении массы тела, снижается и давление, это естественно, жировая ткань, ведь она требует питания, значит, она зарастает густой сетью кровеносных капилляров, да, микрокапилляров, и сердцу нужно качать, вот эти дополнительные километры трубопроводов, представляете, что это такое, значит, нагрузка не увеличивается, а внутри стенок сосудов еще жир откладывается, из стенки сосудов диаметр сужается, значит, давление надо повысить, вот вам гипертония, ну, тут еще и на почке идет нагрузка, они еще поднимают внутреннее давление, так сказать, идет гормональное нарушение, а дальше с почками не будем сейчас, сердечно-сосудистые, значит, соответственно, посмотрите мою лекцию о сердечно-сосудистой системе в обязательно по кровеносной, кроветворной системе, называется, под роликом будет, так вот, трудно качать густую сеть сосудов с зауженными стенками, соответственно, а еще если сердечная мышца просла жиром, вот вам и причины, в том числе инсультов, инфарктов, и изнашиваемости сердца в разы быстрее, чем оно могло бы проработать, теперь дыхательная система, нарастает жир, живот, масса спереди, в том числе, увеличивается, как подъем диафрагмы, идет сдавливание легких, уменьшается вентиляция, газообмен, возникает гипоксия и некротические процессы, вплоть до этого, плюс нижние доли легких всегда гноем, забитывают тех, кто ест животные белки, вот вам гипоксия мозга, снижение, так сказать, концентрации внимания, памяти, слабоумия, это все то, что приводит в гипоксию, а то, что непосредственно первопричиной жир является, ну причиной. Третье, это недостаток питательных веществ, человек становится, как бы ведь поймите, наркоманом пищевым, он ест, много ест, не может не есть, а недостаток реальных питательных компонентов, он же ест, что макароны, это и это, все крахмалы, рис, там жир, картошку, все, а там питательных веществ, тем более вареные термообработки, там нет практически ничего, многие витамины при термообработке разрушаются, да ничего там нет, А зелени не ест И вот это обманка Ест много, питательных веществ мало Нарушаются обменные процессы Хлеб, кефир, булочка, пирожные И питательные вещества, их дефицит Помните на примере йода, хрома А ведь существуют другие десятки минералов И возникают еще другие проблемы О которых мы не говорили Поэтому это третья группа А четвертая группа проблем Это опорно-двигательная система Какая нагрузка на суставы Более того, при смещении центра тяжести От нависшего живота, либо боку Идет искривление позвоночника Со всеми вытекающими последствиями Ну и к тому же нагрузка на суставы А если еще есть инфекция А если есть артрозы, артриты Но представьте, вот такие вот проблемы Дорогие друзья, это не все те проблемы Которые приводят Причиной, которая является лишний вес Главная причина лишнего веса Это неадекватное, неправильное Неразмеренное, неумеренное Неразумное питание И, конечно, эту проблему решить легко Помните, жизнь нам нужна По возможности, конечно, каждый человек Хочет прожить дольше Но и качественнее И вот от этого От того, как мы питаемся Чем питаемся Будет зависеть не только наша масса А как следствие Не только жировая ткань Ее количество И, так сказать, внутренний жир Или подкожный А от отсутствия излишков этого жира Будет зависеть Качество продолжить в нашей жизни Значит, мы сможем выполнить свои задачи Какие-то семейные Родовые Какие-то высшие Для общества Любые высокие идеи Они требуют концентрации Они требуют труда Требуют внимательности Сил, в конце концов Для этого человек должен быть здоровым Энергичным Бодрым Значит, нам нужна такая пища Гиппократ говорил Что говорил Что ваша пища едой Она есть еда Еда станет, как говорится, лекарство Лекарство станет пищей И должно быть пищей А это лекарство есть То, что дала нам мать природа С своего стола Это фрукты Это зелень Это плоды Ну, со сладким Только помните На первых порах И даже с фруктами Проблемы Кто уж себя так запустил сильно А потом проблемы Это уже не будет Но помните Будьте людьми Разумными Здравомыслящими Учтите эти советы Которые я вам даю Они продиктованы Только желанием Так сказать Того, чтобы люди Все-таки стали Ну, как бы разумнее Не повторяли глупости Не плодили Ненужные Должности Лишние места Тех людей Которые не приносят Никакого На самом деле Производительного труда Чтобы вы Не теряли годы Своей жизни Детей не губили И чтобы вы Все сами поняли Не верили кому-то на слово И даже мне А просто Поняли, как все устроено А устроено все очень просто Все, что я объяснил Все, что не объяснил Но дал ссылки Смотрите Потому что вы Там увидите И узнаете И получите ответы На все остальные вопросы И вот что я хочу Еще в конце сказать Что подписывайтесь На мой блог По здоровью Юфролов Тетика блог Подписывайтесь Вот на этот сайт Вернее на канал В ютубе Если вы не на ютубе Перейдите И подпишитесь Там есть Подписаться И все И тем самым Вы отблагодарите меня За мой потраченный труд А мое время Очень и стоит дорого И у меня немного Я занимаюсь очень многими Важными вопросами Каждую секунду считаю Я тогда буду хоть понимать Что я не напрасно Потратил свое время А дал вам пользу Ну а вы пишите Если считаете Что нужно меня отблагодарить Как говорится Добрым словом Ставьте лайки Ну и соответственно Я жду обратной связи от вас Нужно ли продолжать Данную рубрику По отдельно По болезням Разбирать По темам Я хочу сахарный диабет Поставить на этом точку Как сейчас поставил Я надеюсь По теме излишнего веса О тех причинах Известных И совсем неизвестных Но комбинации Этих причин Казалось бы Дают порой то На что По своему логическому мышлению Не могут Понять Догадаться Проанализировать Многие врачи Диетологи Имейте это ввиду Дорогие друзья Все очень просто Как вы наверное Поняли сегодня Но лишь надо Надо этим задуматься Надо это знать Задуматься Потом Осознать Выбрать путь Свой Не лениться И быть стойким На данном пути Правильном Тем более А вы знаете Что этот путь Правильный И обязательно При стойкости И при выполнении Этих работ Вы обязательно Получите желаемый результат По другому Быть просто И не может По другому Просто не бывает Всего вам самого лучшего До новых встреч До свидания Субтитры сделал DimaTorzok